Задуматься о будущем стоит уже сегодня. Если страны, заинтересованные в покупке энергоресурсов России, перейдут на экотопливо, к 2035 году доход граждан снизится на 14%. Что станет с нефтедобивающими регионами, расскажут эксперты Казанского университета. Влияние производств использующих ископаемые энергоресурсы на экологическую обстановку в мире уже доказано. Еще в 2015 году группой стран было принято Парижское соглашение, согласно которому участники обязуются регулировать выбросы углекислого газа в атмосферу. Сегодня к ним относятся 195 стран, в том числе и Россия, также заинтересованные в использовании экологичных источников энергии. Сегодня к зеленой энергетике относятся все невозобновляемые источники энергии. Это солнечная энергия, водная гидроэлектростанция, ветровая энергия и много-много других, которые являются невозобновляемыми, для которых не нужно тратить чего-то, из-за чего выделяется углекислый газ. Например, Россия очень мало использует угля, потому что у нас есть газ. В России содержится более четверти запасов газа всей нашей планеты. Мы его добываем в огромных количествах, мы его продаем Европе, Китаю, другим странам. И у нас в быту даже люди используют газ. Поэтому, конечно, в этом смысле Россия является наиболее зеленой страной. Нефть и газодобывающая отрасль – один из трех китов, на которых стоит госбюджет. Поэтому, уменьшая свой углеродный след, Россия рискует упасть в экономическую яму. К 2035 году аналитики прогнозируют падение доходов граждан на 14%. Однако потери россиян станут не только материальными. Треть государственных средств, треть государственных расходов финансируется за счет добычи и продажи нефти и газа. А это и пенсии, и пособия, и зарплаты бюджетникам, и государственные расходы на строительство дорог, мостов, аэропортов и так далее. Меньше будут получать и республиканский бюджет, и люди, которые вовлечены в нефтедобычу и переработку. Единственное, что здесь можно сказать оптимистичного. Нефть и газы являются не только топливом, они являются ценнейшим химическим сырьем. Переработка нефти с целью получения пластмасс, масел и других вещей никуда не денется. Даже переориентировав нефтяную отрасль, перейти к зеленой энергетике сразу не получится. Есть ли у России запасной план и как заработать на грязных делах конкурентов? Один из стратегических проектов Казанского университета так и называется «Российский энергетический переход, баланс природных ресурсов и глобальных трендов». Можно, оказывается, заняться таким бизнесом, взять и компенсировать. Используя различные экосистемы, ученые намерены захватывать углекислый газ, помещая его в почву или фильтруя с помощью деревьев. Технология будет отработана на карбоновом полигоне Казанского университета, распространится по России и за рубежом. Полное интервью с Данисом Нургалиевым доступно на нашем сайте и в социальных сетях. Ариатна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.